Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем наше выживание в No Man's Sky. В прошлой части мы наконец-то после долгих поисков расположили свой компьютер базы на этой чудесной планете, такого кислотного цвета, по соседству с этим чудесным зданием, где можно и поторговать в торговом терминале, и пообщаться с инопланетными формами жизни, ну а также посмотреть какие корабли сюда прилетают и кое-что улучшить из наших технологий. Потому что там есть торговцы. Я так думаю, что это соседство будет только на пользу, по крайней мере на начальных этапах игры. Ну а сегодня нам предстоит заложить фундамент, заложить фундамент нашей первой базы. Вот единственное, что здесь иногда потряхивает вот так вот, но это от того, что, видите, корабли летают взад-вперед с этого аванпоста туда и сюда. Так, создайте убежище для защиты от внешних угроз. Постройте фундамент из деревянных панелей. Ну, я так думаю, что вот эту вот ровненькую площадочку мы оставим под расширение. Будут и другие модули, и другие здания, комнаты. Ну, а первую нашу базу, я думаю, вот здесь вот где-нибудь расположим. Так, давайте нажмем клавишу Z, как нам предлагают. Дерево. И первая напольная панель. Так. Насколько я помню, на буковку C можно сделать меню свободного строительства, которое у нас не привязано к игроку, да? Так, что там, буря надвигается? Так, ну давайте 4 на 4 для начала сделаем. Так, раз, два. Три и четыре. Вот так вот. Да. Приближается буря. Давайте поторапливаться. Дальше создайте крышу. Ну, крышу, крышу не знаю. Для начала надо, наверное, все-таки стены поднять. Предлагаю поставить, значит, вот здесь вот поставить дверь. Так. Че, не поставилось? Ага, вот так вот. Есть. Теперь поставим, значит, стенки. Начнем, наверное, с дальней, вон, стой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Можно попасть. Оп-оп, было. Да чтоб тебя. Шесть. И семь. Вот так вот. Ну, а теперь вот уже можно и крышу мастить. На крышу нам, кроме углерода, нужна еще и ферритная пыль. Хватит ли у нас? Раз. Так. Два. Три. Четыре. Че, не поставилось, да? Четыре. Или поставилось, да, не туда. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, точно. Смотрите, куда она. Куда она вылезла. А можно ее как-то убрать, что ли? Так, дерево, технология. Украшения. Блин, кто знает, подскажите, как вот эту вот убрать? Не туда поставилась, зараза. Ладно, давайте зайдем вовнутрь. Все, и здесь у нас, здесь у нас ляпота. Самой двери нету, только проем. Но здесь, смотрите, какой-то защитный экран, который защищает нас все-таки от внешних факторов. От вот этой кислотности. Блин, как же, как же убрать? Настройки. Инструменты. Использовать фонарь. Изменить вторичное оружие. Поменять мультитул. Так, переключить камеру. Нет, мне это не надо. К сожалению, я не знаю. Я не знаю, как... Как убрать то, что мы там настроили. Может быть, какая-то технология откроется потом. Ну, как-то вот некрасиво так получилось. Немножечко промазал. Ладно. Все это дело мы построили. Но нам сейчас говорят, что журнал компьютера базы обновлен. Давайте вернемся, почитаем, что там. Открывается журнал предыдущего пользователя. Восстановлен дополнительный архив. Вот, заразы, бэушные подсунули. Здесь предыдущий пользователь. Воспроизведение записи 4925Е. Или И по-английски. Строительство можно считать успешным. Удалось извлечь данные. Тут рядом в... КЗКЗКЗ. Все планы сохранены. Сканирование показало, что под землей находятся и другие устройства. Начинаю поиск. Извлечь чертежи. Тот, кто сделал эти записи, определенно достиг некоторого успеха. У меня есть доступ к его планам. И, возможно, я смогу чему-то научиться. Так. Модификатор строительных исследований. Судя по всему, да? А, модуль строительных исследований. Нам нужен намагниченный феррит и углеродные нанотрубки для его постройки. Так. Этот модуль можно, в общем-то, разместить и внутри. Что у меня в инвентаре? В экзокостюме. Инвентарь практически забит. Практически забит. Давайте-ка сделаем, знаете что? Так. Для начала я, наверное, вот здесь где-нибудь установлю этот... Технология. Очиститель. Портативный очиститель. Блин, ну криво, криво. Что-то не пойдет. Чтобы перебежать, нужно все выключить. Как это неудобно. Кто бы знал. Вот. Как-то так. Так, а если меню С нажать? Нет, не работает. Я хочу вот его повернуть. Нет, не то. Резкое вращение. Резкое вращение. Ага. Тоже не работает. Ладно, бог с ним. Ставим как есть. Всегда же можно подобрать. И нам нужен намагниченный феррит. Правильно? Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Заправить чуток топлива. Где у нас обычный феррит? А, чистый феррит нужен. Создадим 14 намагниченного феррита. Так, а если мы ферритную пыль переработаем? Чистый феррит сколько? Один к одному, да? Давайте, пускаем ослайд пока. Так. Что мы можем сделать? Я говорил о том, чтобы продать лишнее с инвентаря. Допустим, вот этот гравитинный шар. Смотрите. 12400 стоит. Плюс ко всему, мне подсказали, что можно все-таки в том терминале продать вот эти вот одногорбы и кваксоны. Но я, по-моему, переложил все это в наш второй звездолет. Поэтому давайте его вызовем. Сюда куда-нибудь посадим. У него там все равно взлетный этот ускоритель автоматом заряжается. Так. Так, звездолет. Вот они. Одногорбы. Клаксоны окаменевшие. Так, сюда. Дальше. Что еще здесь? Ржавчину давайте заберем. Тоже переработаем ее. Сразу в ферритную пыль. Ну и вайкинский идол. Не знаю. Пусть пока, наверное, здесь лежит. Я буду иметь в виду, что он здесь. Да, пожалуй, так и сделаем. Так, здесь у нас что в этом звездолете? Что-нибудь есть полезное? В принципе, все полезное. Светящийся минерал. Три двести. Соль, пшеница. Смотрите, десять пшеницы, восемь тысяч. О, соль. Соль нам на первых парах, наверное, не будет нужна. Тоже можно будет продать. Так. Что еще? Третий нужен. Золото. Гиперскопление. Третье. Жиода. Вот эту давайте. Продадим. Она у нас тут есть. Ее можно вот так сделать. Ну, не знаю. Вот эту пшеницу можно по факту или переработать, или продать. То же самое. Так. Хорошо. Погнали. На станцию. Слетаем. И все это дело толкнем. Здесь вот какая-нибудь машинка бы не помешала. В дальнейшем, наверное, у нас будут такие. Ну, а пока пешком бегаем. Быстро-быстро устает. О, смотрите, почти как у нас звездолет, только он с другими причиндалами. Так, это С-класс 16 плюс 2. Ну, С-класс меня не особо, наверное, интересует. Так, вот тут у нас продавец технологий, да? Да. А вон там у нас тоже какой-то продавец. Ой. Извини. Я не хотел к тебе в прилавок лезть. А, это представитель. Но он не хотел с нами разговаривать вроде. Поэтому давайте все-таки в терминал галактической торговли залезем. Продать. Так, фрагмент кристалла за 13 тысяч. Четыре штуки. Давайте продавать. Я все равно пока не знаю, что с ними делать. Пшеницу вот эту давайте продадим. Так, сжатый углерод не будем. Гель, соль вот можно продать. Жиоду можно продать. Я не знаю, что с ними делать. Вот этот потерянный филамент за 217. Я даже пачкаться не хочу. Гамма-кодица. Парень как-то тоже не это мордит. Медь. Медь нам может пригодиться. Вот, гравитинный шар, смотрите, плюс 26%. Он здесь даже по завышенной, по спекулятивной цене его можно сбагрить. Так, дальше. И вот. Одногорбы и клаксон окаменевшие остатки. За 213 тысяч. На 4% меньше, но я ее все равно продам. Так, и кажется, все. Нам продавать больше нечего. Немножечко освободился инвентарь наш, да? Давайте под крышу зайдем, чтобы у нас восстанавливались наши эти. Так, 220 юнитов. Может разобрать его, а? Может использоваться как лом. Хоть лом какой-нибудь будет, давайте разберем. Так, на что он разобрался? О! Хромметалл появился, кстати. Не было его. На 21 тысячу. О-хо! Это вот это вот. Вот эти вот остатки разобрались, да? Прикольно. Но хромметалл нам пригодится. Слушайте, мне нравится. Мне нравится серный газ. Серный газ не знаю. Попробуем, может, переработать в что-то. Вообще, что, дешевое, надо, наверное, пробовать перерабатывать, да? Так, завершен важный этап путешествия. Какой этап? Торговец. Заработано 100 тысяч юнитов. Хорошо. Где-то там я натрий видел. Вот целая поляна. О, купец даже! Заработано 300 тысяч. Могем, могем. Что я могу сказать? Натрий штука нужная и полезная. так. Все? Так, где наша база? О, туда. Вроде как. Так, давайте побыстренько удалить уходим. Ой. О, цветочек нам помог. А это что за важный этап еще? Что мы там совершили? Ходок! Прямо как Алеша пешков, да? Ходок. Владимир Лизь, ходоки пришли. Так, намагниченный феррит. Заберите чистый феррит из очистителя. Давайте заберем. Так, и я хотел попробовать переработать, допустим, вот этот гамма-корень в углерод. Один к двум, да? Ну, а что бы нет? Мне он все равно сейчас без надобности, потом для рецептов может и будет полезен. Так, давайте за костюм закинем. Что еще хотел попробовать перегнать? А, серный газ вот этот. Радон. Три к одному. Серный газ у нас копейки стоил. Так, а радон что стоит? Давайте посмотрим. Радон. А, тоже 20 юнитов. Так, а если радон перегнать? Что-нибудь получится, не? Азот. Но три к одному. Я вас понял. Не получится, да? Не получится. Так, ладно. где у нас кстати модуль компьютер базы, вот он модуль намагниченный феррит, углеродные нанотрубки. А, это хромметалл у нас. Нам нужен намагниченный феррит и углеродные нанотрубки. Давайте парочку сделаем, наверное. или только на одну хватит. Еще раз посмотрю. А, нет, одна и надо. Все, 20 на магничного феррита. Так, простой феррит, чистый феррит точнее. Так, и нам нужно 20. О! Сейчас он за 4 секунды нам его набалабасит. Так, есть. Экзокостюм, экзокостюм. Хорошо. Вот здесь я хочу влепить этот как его там уже забыл. модуль строительных исследований. Во! Вот как-то вот так его что-ли поставить. Оп! Так, потратите извлеченные данные в модуле строительных исследований, чтобы изучить новый чертеж. Вернитесь к модулю строительных исследований. Можно построить новый в меню. Я вас понял. Так, там пока радиация все равно. Давайте. У нас где-то были блок анализатора активирован. Рекомендация системы диагностики. Добывайте извлеченные данные из засыпанных технологий. Установите и используйте анализирующий визор. Так, ну давайте изучим технологию для строительства. Так, у нас вот есть две единицы извлеченных данных и на эти две единицы мы можем модуль телепортации между базами сделать. Хорошая вещь, кстати. Натрий у нас есть. Нужно четыре металлических обшивки и две углеродные нанотрубки. Изучили. Вот эти вот извлеченные данные, они, между прочим, дорого стоят. Так, давайте посмотрим. Нам нужно, значит, ферритная пыль и углерод. У нас нет ни того, ни другого. Так, а здесь у нас буря, да? Гамму корень тоже мы потом углерод переработаем. Вот ферритная пыль также нужна. Кстати, хотел спросить также в комментариях, кто знает, как продавать мультитулы лишние и можно ли их вообще продавать. Мне там Вайкин дал вот этот вот Б-класс и у меня в планах его, значит, пока что начать использовать, а вот этот наш начальный возможно продать. Вот как это сделать? Ублерод. Должно быть много углерода с него. Ух! 134. Вот эти пальмы нужно кромсать, значит, чтобы углерода много получить. так, чуток фиоритной пыли. И в домик, в домик, быстренько в домик. Так, восстанавливаем. Бури, конечно, нам не будут давать покоя здесь, но от них всегда можно спрятаться вот в таком деревянном строении. Дерево защищает нас от радиации. С ума сойти. Буря заканчивается. Так, зарядим систему жизнеобеспечения, кстати. Тоже можно афиоритной пыли. Нужно много афиоритной пыли. Кстати, нам еще говорили, что нужно искать засыпанные технологические модули, да? Значит, для того, чтобы это жиода для того, чтобы извлеченные эти данные вот анализировать и сканировать я пока не буду. Я хочу все-таки, как мне советуют в комментариях, добыть модуль вот этот продвинутого анализатора, что ли там. В общем, денег больше дают. Вашу базу можно переименовать. Воспользуйтесь компьютером базы. Давайте попробуем переименовать. не могу мимо спокойно пройти. Так, сделать снимок базы. ну, такая прикольная картинка. Лачуга дядюшки Тома, да? Есть. Загрузить, удалить. а вот так, здесь, к сожалению, английскими только пишет, пусть будет база один. Как-то так, чтобы я не путался. Сделать четыре металлических обшивки. Давайте пробовать. так, два, три, четыре. Делаем. В смысле два из четырех. Все, четыре из четырех. Добыть углерод две нанотрубки. Клавишами А и Д мы менять можем количество. Две. Все. Постройте телепорт базы. Давайте. Вот здесь посередине я его вшлепаю. телепорт. Телепорт. Блин, ну почему вот кривоватенько так. Ладно, пускай. Оп. Построили. А ему питаться надо от чего-то. Ляктричества нету. Изучите биотопливный реактор в модуле строительных исследований. Давайте изучим. Так, биотопливный реактор. Нам нужны извлеченные данные. Погнали искать. Сброс груза. Чемоданы полезные. Ну-ка хоть посмотреть на тебя, кто ты такой. Какие-то бараны летают, да? Смотрите. Забавное. Так, требуется атлас-пас. Это такие отмычки космические здесь. Так, ржавчину. Кстати, ржавчину я до сих пор так и не переработал. О, реликвия геков. Хорошо. Так, гра-ягода какая-то. Ты кто? Маяк. А, ну это понятно, что это такое. Так, камень знаний есть там он. Зарытый тайник. Еще есть что-нибудь? А, ну я около этого стою. Там какие-то залежи кобальта есть. Давайте вот к зарытому тайнику я хочу сгонять. Посмотреть, что там есть. Заодно по пути вот камень знаний тут. Вот. словечки изучим. Раз и вайкин буду. Я бы перед словом буду еще одно слово добавил, но мы на летсплеях не ругаемся. Показалось. Так, где-то я здесь видел на 3. Вот он. Чпоньк. Так, а где? Где, 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 где? Где зарытый тайник? Эй! А, так я уже приперся сюда, да? к зарытому тайнику. Место назначения достигнуто. Сейчас будем копать тогда. Так, нам нужно переключиться на ландшафтный манипулятор. Больк. Больк. Че у нас тут? Подозрительный модуль фотонной пушки Х. И как, как это понять? Подозрительный. Хм. А, нелегальная модификация. Фотонная пушка звездолета. Используйте, чтобы установить улучшение. Его конкретные параметры нельзя узнать до завершения установки. Может улучшить урон, скорострельность, сократить время перегрева. короче, в гараже у дяди Васи сделанная, да? Штукенция. А вот и засыпанный технологический модуль. Просто че б не установить халявная технология, да? За них же штрафы, наверное, брать не будут за то, что это не лицензионная скажем так, пиратка, да? пиратская технология. Ну, ладно. А, не то. Кстати, расщепитель надо заправить. Мультитул, расщепитель, углерод. Чтобы добыть еще углерода, серного газа. Блин, не могу вот мимо этих растений проходить. Они меня почему-то бесят немножко своей формой. О, там с ламонатой какой-то еще я и этот модуль технологический или как его? Неисправный механизм. А, поврежденный механизм. Че у нас тут? Оседающая масса. По поводу ее, кстати, о-оу. в грузовик, что ли? Что ее я не... Взлетное топливо неплохо не доделал. Почему? Потому что перегонять нужно много раз, чтобы... Так, а где? у меня же метка была. А, я пробежал, что ли? Много раз перегонять через этот очиститель, чтобы получить наниты. Так, вот он, да. место назначения достигнуто. Ландшафтный манипулятор. Чпоньк, чпоньк. Да где ж ты, зараза? Нифига, зарыли. Ах ты ж, зараза. Так, че мы можем заправить? Мультитули, ландшафтный манипулятор. Чистый феррит, силикатный порошок, давайте вот. запулим. Так, теперь можем? Да, извлеченные данные получили. Хорошо. Отлично. Че еще можно здесь так сделать? Вот так сделать. Ну и смотрим дальше, где у нас еще есть. Вон, по-моему, зарытые есть модуль. погнали туда. Вот я пока дегидроген собирать не буду, чтобы место сэкономить. Че-то мне кажется, я далеко от базы убегаю. Сейчас, если буря начнется, придется мне копать яму и прятаться туда. какие антилопы бегают. о, а этот не баран уже, смотрите. Так, че у нас тут? вязкие жидкости. Че-то надо опять освободить. Мордит, снаряды, дегидрогенный гель, реликвия геков, серный газ. нафиг. Так, че у нас тут? Ой, две штуки здесь, что ли? еще одно взлетное топливо. Смотрите, сиамские близнецы, блин. И? Ничего не дали, потому что инвентарь был полон, да? Жалко, жалко. Ладно, ну извлеченные данные вроде как в кучу собираются, да? Я вас понял. Это силикатный порошок, некуда складывать, поэтому он орет так. О! Извлеченные данные, красота. Так, а где наш звездолет, где наша база вообще? Ох, нифига я. Улепешил. О, вот еще один. Давайте уже пробежимся. Почему нет? Так, вот это кислород. Кислород надо, надо. Так, больше нету. так, так, где я видел? А, лучше. Так, вот еще кислород. кто здесь? Вот еще кислород. тоже. Разошелся я. Нет свободных ячейков. сжатый углерод. Для сжатого углерода должны быть свободные ячейки. Так, хорошо. да все есть. Хватит нам три штучки пока, да? Погнали до базы. Потому что мало ли там какая буря начнется. Вот на такие расстояния просто неохота корабль гонять, тратить излетное топливо. Хотя можно было и на грузовичке. Но у грузовичка инвентаря-то своего толком нету. Там у него с ломанными технологиями все забито. Это по-хорошему как бы нужно очищать. Слушайте, не слабо мы от базы отошли. Так, а может здесь поблизости есть еще где-то? А, вон еще засыпанный модуль. Ну, короче, короче, ух ты. Ух ты. Ребята, это пещера, по-моему. Можно будет найти, можно будет найти эти модули. для того, чтобы дальше изучать чертежи. Но инвентарь этого нашего костюма надо бы конечно расширять. Для этого придется в ближайшем будущем сгонять на космическую станцию. Так. что у нас там где задание наше журнал активировать. Изучите биотопливный реактор. Давайте изучим. Технология для строительства. маяк сохранения тоже кстати хорошая вещь. Я бы его тоже изучил. Так. Кислород есть. Нужна одна металлическая обшивка. Давайте сделаем. Ага сделаем. Кстати вот этот модификация фотонной пушки. Давайте попробуем установить. Что она даст. Может инвентарь освободится. Так звездолет технология приемник телепорта устройство которое изменяет модуляцию стандартных сигналов связи корабля чтобы они передавали не только данные но и материю. Три проводных станка и антиматерия. Подождите а как вот так что ли нельзя разместить технологию в этой ячейке. Так это же звездолета нет? Ну-ка еще раз почитаем. Фотонная пушка звездолета ну или что вот здесь где-то нужно размещать. А у меня технологии смотрите в общих стоят а их их нужно туда переносить наверное ну-ка если серебро сюда то есть ее рядышком нужно ставить я так понял да вот так но и используйте е чтобы начать установку улучшения смотрите они в рамочку объединились этот модуль улучшения нарушает почти все галактические стандарты работы и безопасности он изменяет следующее скорострельность и распределение тепла плюс 2 процента скорострельность и плюс 1 процент распределения тепла в любой момент ее можно разобрать а так то халявная да x технология и вот наверное потенциал урона видите у нас чуток желтеньким стал вот он наверное вот это вот и улучшил правильно так взлетный ускоритель потом заправим кстати надо будет топливо для звездолета сразу сюда переложить инвентарь у нас чутка освободиться навигационные данные нужно будет на космической станции обменять на карты галактические с помощью которых мы сможем потом так давайте реликвии сюда вот в инвентарь тоже переложу вайкинский идол у меня там реликвия геков кажется вот так что мы еще сюда можем переложить так радон нужен он нам не нужен я что-то его не встречал нигде давайте пускай здесь валяется так дегидрогенный гель топливо для звездолета что для него нужно дегидроген металлическая обшивка так нет не туда не туда я хотел переложить все давайте вылазить сразу поменяю звездолет основной дабы потом не запутаться и я вот еще что хотел проверить все-таки попробовать переделать перегнать вот кое-какие элементы так гамма корень давайте в углерод перегоним есть контакт дальше что еще ржавчину перегоним ферритную пыль так ну она долго будет перегоняться ладно этот био реактор а мне вот интересно если его поставить снаружи он достанет до нашего телепорта например вот где-нибудь где-нибудь вот здесь или или лучше внутри пускай чтобы не бегать лишний раз наружу да так технология энергия биотопливный реактор металлическая обшивка нужна так вот так вот его рядышком забахаем так есть такое дело да исследуйте электропроводку давайте исследуем технология для строительства электропроводка смотрите не требует извлеченных данных даже вообще красота так исследовали чтобы создать энергосеть выберите электропроводку проложите провода к биотопливному реактору так промышленность фермерство промышленная проводка ага так и вот так да это я типа запитал заправьте биотопливный реактор включите генератор и выберите камеру печи продвинутые генераторы не требуют заправки вручную а это у нас продвинутые камера печи зарядить органическими элементами нет аккумуляторов так нифига себе нифига себе требует ну так можно все это дело зарядить но дело в том что так быстрое перемещение складывайте предметы изменить размер стопки ага вот так давайте попробуем может десятью углерода заправиться или он все равно будет 600 показывать зарядить зараза все равно 600 показывает и назад потом не вытащишь да ладно сделаем по хитрому не хочу я просто весь углерод тратить а нам для обновления квеста нужно зарядить так экзокостюм вот я разделил углерод давайте пока сюда переложим вот свободная ячейка одна как раз есть включите генератор и выберите камеру печи давайте все равно 600 зараза не хочу я 600 тратить генератор работает оставшееся время 9 минут 55 секунд хранилище нет аккумуляторов ну блин это вот 600 этих на 9 минут какой отстой слушайте исследуйте планету и развивайте базу расширьте базу с помощью дополнительных компонентов добудьте извлеченные данные бла-бла-бла это я понял пробуждение ну хорошо хорошо а здесь вот где-то может быть аккумулятор есть я не хочу чтобы вот эта вот энергия как-то впустую тарахтела а вот батарея 3 у нас 4 требует намагниченного феррита а сжатый углерод у нас есть так намагниченный феррит чистый феррит есть давайте сделаем намагниченный здесь уже все наверное переработалось ферритная пыль так чистый феррит где намагниченный феррит мне нужно 60 а то сейчас у нас весь углерод в пустую сгорит просто и все так за костюм за костюм где-нибудь рядышком здесь батарейку поставить то что это такое технология энергия вот нет мне нужна батарейка батарейка говорю все будет криво конечно стоять ну да бог с ним проводка так так все запитали вроде да а как мне посмотреть батарейка заряжена или нет все смотрите пошло пошла заряжаться время до полной зарядки 24 минуты но она полностью не зарядится конечно но какая-то часть этой энергии все-таки впустую не улетит правильно вот если бы этот генератор включался только когда потребление нужно точка базы телепорт текущая система платформа платформа то есть это одна из них получается космическая станция а вторая тогда тоже космическая станция ничего ничего не понял пока но мы пока телепортом не будем пользоваться мы друзья наверное в следующей части уже значит воспользуемся этими вещами так сгоняем на станцию так что еще можно переработать во вот это вот я хотел вязкая вживую слизь вот а живая слизь мне вроде говорили в наниты переделывается ну посмотрим посмотрим как оно там будет вот этот момент еще проверим и будем наверное заканчивать здесь еще что-нибудь можно изучить за одни извлеченные данные да усилитель сигнала смотрите сканер местности тоже наверное вещь хорошая давайте изучим и пока там перерабатывается попробуем создать металлическая обшивка углеродные нанотрубки так металлическая обшивка нужен углерод а мы весь углерод наверное из инвентаря звездолета этот вытащил говнюк да он его вытащил я думаю не вопрос сейчас мы углерод добудем окэтферитная пыль благо тут есть есть что распилить так углеродные нанотрубки есть ну и усилитель сигнала так он насколько я помню на улице строится так технология фермерство переносные вот они так 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 маяк сохранения вот усилитель сигнала о обнаружение сигналов аванпостов активно навигационные программы активны обнаружение элементов так все активно укажите навигационную задачу найти строение поблизости и расшифровать данные одни координаты капсулы так ну найти строение поблизости он мне сейчас наверное найдет эту рядом вот с нами вот эта байда вот он наверное ее и найдет нет смотрите нашел что-то другое так мы можем его подобрать правильно нашел что-то другое вон а радиомач то ясненько ну короче работает эта штуковина так что у нас тут живая слизь быстро нарастающая масса как все сложно так так что с батарейкой о на 19 процентов уже зарядилась ну вот это фигня это тоже не выход это на аварийный случай только вот этот генератор наверное но без него дальше технологии не изучишь поэтому приходится вот так вот жертвовать блин уже когда говорил игру закончим все все никак не могу вот затягивает зараза так это что у нас солнечная панель вот на что нам нужно следующие эти как их называют извлеченные данные эти собирать так а телепорт все время работает может его как-то потом можно будет отключить так все ваши базы тарам-барам-барам нет отключить наверное можно будет только если проводку а проводку тоже не уберешь кстати вот ту крышу за базой если не забыли подскажите как убрать так быстро нарастающая масса вот смотрите вот из этой всей фигни мы теперь сколько 29 нанитов получим процесс конечно не быстрый но наниты это тоже вещь все друзья в следующей части наверное мы отправимся с вами отправимся с вами на космическую станцию так а наниты наверное вот сюда складываются да и посмотрим что там к чему вот а на сегодня наверное все ставьте лайки если вам нравится видео по данной игре о молодец увидимся в следующей части всем удачи и всем всего до новых до новых до новых до новых Субтитры подогнал «Симон»